Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Инна. И недавно ко мне поступил вопрос показать свой уход за лицом, рассказать, чем я сейчас пользуюсь. Девчонки, сразу хочу напомнить, что кожа у меня смешанная, жирная, проблемная. Главный фактор, которого я исключила с недавнего времени, это внутренние проблемы. Я полностью проверила организм, внутренние органы, кишечник, желудок, потому что оттуда тянется проблема сильных высыпаний. Итак, первое, что я делаю каждый вечер, конечно же, я снимаю макияж, умываюсь, и это мне помогает, такая мицеллярная вода от Гарнир. Обожаю ее, люблю. Она не сушит кожу, не стягивает ее. И не дай бог ее пристанут выпускать, я просто всех расстреляю. Далее идет вот такой глубоко очищающий гель для умывания, для жирной комбинерной кожи. У него нет резкого запаха, он хорошо умывает кожу, нежно воздействует. Если вы ищете что-то бюджетное, вам советую попробовать. Неплохо. Из, конечно, моих любимых, я сейчас вот недавно приобрела, этот у меня сейчас от Luminé закончится, и буду пользоваться опять вот таким La Rouge Posse et Foclare. Нравится мне этот гель, как умывает, очень бережно и мягко. Девчонки, могу посоветовать его, люблю, и не раз уже его вам рекомендовала. Также два раза в неделю я использую скраб для лица, потому что у меня черные точки, хочется поглубже так очистить лицо, вот такая полирующая маска для лица, активирный уголь и черный сахар от Freeman. Но я ее использую вообще в последнее время больше как скраб. И даже так же, как маска, где-то на 5 минут оставляю, разношу тонким слоем, потом смываю, и кожа такая, знаете, гладкая, как отполированная. Супер вещь, вот у меня заканчивается уже, куплю снова. Единственный минус, это я уже знаю у многих девчонок, здесь крышка не закрывается, вот когда вы начинаете ей пользоваться, нет, потому что вот эти вот скрабинки, которые большие, они не дают закрыть потом крышку, но он в принципе не выливается, это не трагедия. Также я, если вижу, что у меня вот, например, летом, когда в жаркое время года, вот от этой пыли, грязи, сильно загрязнено лицо, такой вот спонжик, бодишоп у меня, сюда наливаю капельку геля, и разношу по всему лицу, в то же время такая микро, микропилинг такой, как получается, даже не знаю, как объяснить. Вернее, терковивший слой грязь снимается, черные точки больше открыты для того, чтобы их удалить. Также черные точки я могу распаривать над паром лицу, чтобы они выходили. У меня есть видео отдельное, обязательно внизу оставлю ссылку на него. Кто следит за мной в инстаграм, наверное, девчонки помнят, что я вас спрашивала совета о том, что кто пользуется вот таким вот косметическим комбайном для ультразвукового массажа, написать ваши отзывы, стоит вообще его приобретать мне или нет. И вот все же, вот он у меня. Обещает производитель и косметологи на этой компании, что за две недели должен быть виден результат. Вообще он хорошо подходит, как, например, использовать, когда мимические какие-то морщинки. Но у меня проблемы, девчонки, вот именно со вторым подбородком. Не знаю, мне это как последние уже полгода просто беспокоит конкретно. Я на видео и во влогах, когда стала часто снимать, я вижу, то ли я, может, потому что знаю об этом. У меня взгляд стремится. Мне кажется, что, блин, такое вот есть обвисание. И я реально подзависла на этой теме. В течение двух недель я делала ультразвуковой массаж второго подбородка и использовала вот такой вот еще гель проводящий. И включаете режим, который вам нужно. Там можно варьировать степень, допустим, от меньшего до большего. Если вы делаете процедуру для лица, то интенсивность берется от 1 до 5. А если для тела, то от 5 до 10. Это не факт, что он вам заменит косметолога или заменит какие-то салонные процедуры. Все индивидуально, надо все пробовать. Если говорить о результате от этого аппарата, после двух недель применения, опять же повторюсь, то, конечно же, стало лучше. Лучше. То есть кожа не то, что она немножко не более дряблая. То есть она на самом деле плотнее стала. То есть он как более тоже стал, он подтянулся. То есть я не знаю, может быть, этого не заметно вам, но я это вижу. С удовольствием буду его использовать после 35 лет. Боже, я как бы за 35 лет. Я не хочу. Когда я уже закончила все различные процедуры, то в ход идет вот такая моя любимая розовая водичка от Гилберт. У него вот такой вязкий немножко эффект получается, немножко охлаждающий. Нравится кожа, прям такая мягкая-мягкая после нее. И не зовет отпора, от этого даже речи быть не может. В доказательство, вот это уже, наверное, моя четвертая бутылочка или пятая по счету, не знаю, что у меня сбилось. Целая стоит новая, у меня про запас. Далее уже я смотрю от состояния кожи, и где-то два раза в неделю я наношу вот такую вот сыворотку для лица от Кадали. Девчонки, она просто увлажняющая. Более, эта сыворотка так играет роль, но она просто классное влияние оказывает на мою кожу. Мне показалось, что она реально сужает поры. Тоже после этой сыворотки очень хорошо увлажнена, напитанная, мягкая и прям бархатная. Нравится, могу посоветовать и хорошая, доступная такая ценовая категория. Два крема. Если это тень, то сейчас я использую вот такой от АВН с SPF 20. Гидран Оптимал Лежеры. Нравится, подходит идеально для смешанной жирной кожи. Сто раз его хвалила. Уже, знаете, меня, наверное, с этим кремом ассоциируете только так. Также крем на ночь вот такой от Биодерма Сенсибиум Гидра. Очень нравится для той же жирной кожи. Он, конечно, довольно жирный сам по себе, но джунки, он справляется, он не забьет вам поры. А на утро кожа прям такая упругая, и личико вот, ну, приятно на него смотреть. И далее уже два крема для глаз. Первый это Сенсибиум Ай от Биодерма Гель Крем. На день наношу его с утра. Очень нравится. Он легенький, ложится отлично под макияж. Супер не скатывается ничего на нем. При этом очень хорошо увлажняет и подтягивает кожу, и делает ее более упругой. На ночь, вот буквально уже месяца полтора-два, у меня уже вот такой Шесейдов Бенефианс 24. Он жирный очень, девчонки, сразу могу сказать. Но я это терплю. И единственное, что я заметила от него, небольшой минус, как мне показалось, он спровоцирует иногда, если его больше нанести, чем надо. Такие подкожнички, знаете, такие беленькие. Видно от того, что вот он слишком такой плотный, хорошо напитывает кожу. Если говорить о масках, то это надо вообще создавать отдельное видео. У меня их довольно много. Но я выбрала самый-самый, который я сейчас пользуюсь. Это вот от Белкосмекс. Глубоко очищающий и успокаивающий белорусский производитель Тибаум. Очень нравится. С маслом чайного дерева. Успокаивает кожу и очищает. Моментальная маска от Натуры Сибирика. Тоже очень нравится. Это уже, конечно, экс-валиант. Урьяж маска. Ее я пользовала сейчас в холодное время года. Также из экс-валиантов у меня еще вот такая вот от Кора. В принципе, если между этими двумя выбирать, мне показалось, что урьяж круче работает, чем Кора даже. Хотя Кора очень многие любят. Далее. Ролинги для очищения пор. Вот такая скатка у меня всегда должна быть, потому что неплохо убирает верхний слой. Но при этом так черные точки открываются и скрабом потом их хорошо вычищаю. И вот для шеи и для лица одновременно, когда я просто хочу хорошо кожу увлажнить, ну, сделать какую-то масочку в ванне, да, пока нахожусь с экстрактом ягоды Годжи для интенсивного увлажнения маска от Фриман. Спасибо огромное, девчонки, всем за просмотр. Если вы чем-то пользуетесь, у вас есть какие-то советы, дополнения, либо отзывы, обязательно пишите внизу, ставьте лайк. И всем пока!